Всем привет! Сегодня понедельник, а это значит, что вы смотрите еженедельную рубрику на канале Art Channel «Артпланы на неделю». В этой рубрике я обычно рассказываю о новых выставках, которые открываются на этой неделе. Сегодня я вам расскажу о пяти новых выставках. Первая выставка открылась в пятницу в Новой Третьяковке и посвящена она русским сказкам. Кураторы выставки подготовили настоящее путешествие среди впечатляющих инсталляций между мирами классического и современного искусства. Во вторник, 25 февраля, состоится вернисаж выставки в Орехов галере или форме «Живые мега-структуры». Это проект молодой художницы Кати Брыскиной из Санкт-Петербурга, исследующей процесс взаимодействия человека с живыми организмами. В галерее будет сконструирован инкубатор специальный со своей экосистемой, где на протяжении всей работы выставки художница будет выращивать гребницу мицелий. А по окончании выставки она приостановит рост этого мицелия и в итоге получит скульптурные формы. Целью этого выставочного проекта является создание самообразующихся скульптурных форм. Кураторы выставки поделились с нами, что этот процесс будет высокотехнологичный и вообще в галерейном бизнесе и в галерейной практике еще никогда не был осуществлен. В данном случае вы можете стать свидетелем настоящего научного исследования молодой художницы, так что обязательно приходите и наблюдайте за этим уникальным процессом роста живых микроорганизмов. Выставка продлится ровно месяц, то есть до 26 марта 2020 года. И не факт, что за вами не вяжется гребница. Это очень странный микроорганизм, и они вообще не знают, чем закончится это. То есть инкубатор как бы он установлен, но никто не знает, как это пойдет вообще этот весь процесс. 21 февраля открылись сразу две выставки мультимедиа-арт-музеи. Проходят они в рамках фото-бинали 2020 года. Первая выставка посвящена серии фотографий влиятельного известного американского фотографа. И называется она «Студия 54». «Студия 54» — это известный закрытый клуб, который посещали такие личности, как Михаил Барышников, Рудольф Нуриев, Элизабет Тейлор, Майкл Джексон, Энди Уорхол. И как раз тот папа Джонс попал в этот клуб в 1977 году, и с 1978 до 1980 годов он запечатлял этих знаменитостей. Эти снимки впервые будут показаны в стенах мультимедиа-арт-музея. На второй выставке мультимедиа-арт-музея, которая также участвует в рамках фото-бинали 2020 года, будут представлены работы студентов и выпускников школы Роченко, а именно мастерской Игоря Мухина, который попросил порассуждать своих учеников на тему «Легко ли быть молодым?». В этот четверг в подземном музее открывается выставка серии 3 и посвящена она творчеству Зураба Церетели. Спасибо, что досмотрели это видео. Мы надеемся, что вам оно очень понравилось. Ходите обязательно на выставки, делитесь с нами вашими впечатлениями. Может быть, вы найдете еще какие-нибудь интересные выставки, поэтому пишите свои эмоции, рекомендации под этим видео, нам будет очень интересно их почитать. А я с вами прощаюсь до следующей недели, увидимся, как всегда, в понедельник. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok